здравствуйте друзья у нас на экране человек на фоне гаража я правильно это гараж да если бы знали друзья что там за этим гаражом вы где находитесь расскажите я живу это в принципе майами-дэй так вы представьтесь а то никто не знает как вас зовут зовут меня сергей да откуда я вообще родом из карелии есть такой маленький городок сегежа я там родился и вырос в принципе этот город он не тем что там очень большой бумажный кабинат и там сидел когда понял кандалак что знает да конечно поселок паяк аренду знаете остров великий заповедник когда ложки не ну неважно это в стройотряде который работал хорошо давно поближе к белому мой да прям на белом далах прям на голову хорошо давайте мы возвращаемся бедно белое море это в карелию точнее возвращаемся в карелию вы там как долго жили-то образование там родился и я жил до 17 лет а учился в хорошей очень школе мне кажется у меня были замечательные подаватели а учился информационно-математическом классе а потом последний год мы вот уже десятом класс закончил и так сложилось семейное обстоятельство что я решил уехать от родителей постойте я только уточню класса всего 10 или 11 11 один один год не доучились да я не доучился один год я решил что я достаточно взрослый чтобы жить самостоятельно я поехал в самый большой город рядом в карелии снял квартиру там это что на мурманск там что-то нет это петрозаводск а петрозаводск хорошо то я снял квартиру пошел в школу а сказал что я такой замечательный возьмите меня у меня родители переезжают меня собственно стали а ну я последний год вот жил петрозаводске учился и работал но родителям а ты вы еще и работали в одиннадцатом классе ну да да я работал в ресторане барменом то есть вы не работали вы не учились вечерней школе вы учились в обычной нет я учился в обычной школе тоже неплохая школа а а тут с вечера там заначку раз и с утра в школу и и и на самом деле это был такой период интересную жизнь когда я решил что я что я докажу сам себе что я могу отдельно жить такой много юношеский максимализм а и это было очень тяжело насколько я вот сейчас потому что я работал по вечерам ночам а потом приезжал в школу вот так вот полу спал но это был один год и этот со светом немного сейчас я извиняюсь веселее будет я не могу наблюдать ваши шляпы но я тоже не могу я на даче сейчас нас тут нет шляп моих ну ссори в следующий раз мы со шляпами так подождите вам сейчас то сколько лет сейчас мне 23 года и так значит 18 лет вы школу все-таки закончили да я закончу школу тех пор прошло пять лет да именно в 2010 я закончил школу я очень хорошо стал егэ а ну и поступил туда куда я везде хотел я направил петрозаводский на и не есть и на компьютер сайенс на автоматизацию и отправил в петербург на истфак и на юрфак что-то вы очень разношерстно себя определили так я смотрю ну хорошо так дальше я хотел туда и поступил я выбирал по именно по отзывам какое заведение лучше именно в какой специальности и в итоге что же оказалось я поступил везде куда я хотел пошел куда я выбрал юрфак петербурга а как ленин только он в казани учился на юридическом на самом деле с этим юрфаком была проблема в том что они не предоставляли общежития это для меня была проблема потому что я иногородний но я четко решил что я же все могу я поехал а я на самом деле не имел плана это немного крейзи ну тамошедший человек но тем не менее а первый день я ночевал на чердаке в петербурге в одном из старых домов а я рисую что все равно я хочу я добьюсь одну ночь можно и на чердаке но но все в принципе учиться-то как-то на более стабильной основе на самом деле там не давали общежития сразу начните было но его надо было как бы получить а там давали либо льготных категориям либо очень долго ждать второй курс третий а ну я приехал сидел на лавочке у факультета ко мне подошел декан нашего факультета и спросил о чем задумался детина вот я плохо так спал на чердаке так плохо он так на каком чердаке я бы ну вот я приехал не дали общежития поэтому что я же хочу учиться вот я вот здесь вот ночью там вот дом есть на чердаке у него конечно глаза вылезли на лоб вот и он это был долгий процесс еще там 10 дней заняло но меня все-таки поместили в общежитие поэтому я добился чего я хочу и так поступить поступили сколько вы там проучились а ну я закончил бакалавр четыре года вы вышли в виде такого юриста прям как жириновский но хорошо это отец у него юрист таки как отец жириновского вышли на самом деле на самом деле от ленина к концу жириновского продвинулись подождите но все-таки в итоге вы работали юристом или вы сразу уехали ой да я работал сразу со второго курса я на самом деле очень ушел в учебу сразу сразу с первого курса я буквально посещал там была возможность я посещал все лекции которые возможны со всех курсов мне очень я почему-то себя не так это нравилось что первые два года я потратил просто на учебу я в принципе считаю что за первые два года все что мне положить университет вы хотели что-то прокурором работать или там в суде или у нее они или монет кем вы хотели я очень хорошо представлял я очень хорошо себе представлял эту карьеру следователя и уголовная специализация и мне не хотелось себя там видеть абсолютно не так а кем хотя я очень сильно упирал на гражданское право коммерческое право мне это очень нравилось а со второго курса я начал работать в одной организации организация была очень интересная она занималась помощью а юридической помощью для трансгендерных людей это люди которые меняют не послушайте давайте очень я я чувствую что у вас увлекательная история но я хочу как-то такими шажками более серьезными подошли к вашей американской жизни то вы в америке как давно ну вот как закончил сразу приехал вот значит так вы учились и сразу приехали а что там по work and travel что у вас за виза была нет я сделал туристическую визу туристическую приехал дальнейшее развитие себе представляю вполне значит я открыт в этом плане рассказывайте раз открыт рассказывайте ну я в принципе знал свой план действий еще за полгода у меня были я работал с травами человека я знал людей которые занимаются здесь в этой сфере я приехал сюда нашел себе адвоката и мы в принципе быстро подготовили документы в ноябре мы подали вот недавно в июне я получил свои документы то есть вы получили уже опробовал на статус нет опробовал я не получил потому что там сейчас декабря новая система как они рассматривают я понял опробова нет вы получили разрешение на работу пока через там шесть месяцев через пять вы подали на разрешение на работу там через месяц-полтора получили у вас теперь есть официальное разрешение на работу и теперь не должны нелегально подрабатывать вы можете подрабатывать легально я бы на самом деле не назвал что я сейчас подрабатываю нет но сейчас ты будешь слава богу а вот это время пока не не пришло слава богу то вы чем занимались у а это было интересное время я мы коротенько коротенько чего делали коротенько был окна майами хорошо на высоте или так по низу ну когда как зависимости на высоте тоже работали на трос но не прям на большой высоте нет на тросах я такого не было но были дома достаточно большие жилые да жилые у нас на же принципе очень много пропасти которая недвижимости которая остается бесхозной летом потому что люди уезжают люди очень часто нанимают фирмы или здесь специально которые следят они летом уезжают нет чтоб летом приехать так они уезжают нет летом летом спойду надо уезжать потому что здесь ужасная жара а туристы как и туристы в декабре ноябре октябре январе феврале все зимние месяцы это самый сезон я думал что летом у вас народ я там никого нет летом все уезжают на север на север флориды или уж совсем на север там и она совсем насть она очень много канадцев как мексике ну хорошо так что платят людям которые моют окна что можно заработать зависит от и долларов час это же чудовищные деньги и что как чудовище но это не 8 это не 10 не 8 но вы знаете какая это работа я считаю после проработав на этой работе я думаю что работа надо давать людям который вот в общественной работе как наказание это очень тяжелая работа потому что постоянно на солнце и когда вот летом в июле это невозможно потому что у тебя не то что семь поток себя исходят я просто не покажет как израильский солдат в пустыне то есть вы должны там с водичкой хорошо теперь значит мы ли вы окна какое-то время потом вы к нам-то в школу когда попали а феврале то есть вы учились в онлайновой группе а к откуда вообще узнали что есть такое а узнал узнал от натальи просто я иногда заглядывал я очень любил подождите наталью у нас еще не было в это время или было уже нет она как раз феврале к вам приехала а и на самом деле я видел я видел вас ваши видео еще где-то два года назад но я настолько не верил в этого мне настолько казалось что это через и как то вот это все ваши экраны на фоне сан-франциско выглядят знаете как косметика его поэтому мне на самом деле казалось что это такого нет на самом но вот когда наталья началась уехала к вам я начал смотреть ваши видео я увидел что действительно есть такая школа из него они мне не наташины видео стал смотрите мои ну да то есть как плавный перетек ну потому что когда когда она к вам приехала я понял что вы действительно реально 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 приезжают а тут как плакат повесил и вот те сан-франциско мама сам может быть сидит там где нибудь в урюпинске пытаются вставлять английский ну хорошо так ну ладно на знал бы раньше сделал хорошо не нужно было и так начали вы учиться февраля и там это 20 какого-то февраля этого 4 от 24 февраля значит учились вы что-нибудь 13 недель до этот курс идет и закончили июня так вы начали резюме получили до окончания или или после я по моему получу резюме в конце мая где-то в числах 30 то есть совсем начало и то есть незадолго до окончания курса а сколько у вас времени заняло от момента когда вы первый раз это резюме запулили куда положено до момента когда вам уже offer дали на самом деле я не старался идти быстро потому что у нас в июне уже все закончилось но в июне я только в начале июня получил свои документы поэтому это начале июня я и запустился но первое время конечно это все было совершенно непрофессионально за все прошу сначала июня под я просто прикидываю что часто уже начну там скажем начало августа то есть все больше двух месяцев ты не прошло хорошо сначала вы как-то непрофессионально потом мы там наверно подредактировали подкорректировали как там висит ваш профайл на самом деле постоянный редактировал постоянно совет со всеми со всеми у нас на самом со всеми нельзя у нас тут есть комьюнити ваши наши ребята да татарские девочки я знаком с их друзьями которые вы вы с ними тоже дружите прошу наверное когда девочки помоложе тоже есть симпатичная так что нет нет эти очень соображаются это правда они очень она очень со мной много времени потратила но не давно но в ноябре по моему сейчас муж ее работу ищет и она очень много времени со мной потратила несмотря на то что ее муж тоже на маркете поэтому я чрезмерно благодарен ей она вас готовила как на вопросы отвечать или что что вы да потому что уже работает она мне готова его задают как мы действительно с ней проходили несколько раз интервью полностью а те вопросы что мы вам даем это не те же самые вопросы были но то же самое но когда это действительно человек который мы дали вопросы ответа теперь говорят а теперь отвечай ну хорошо сколько интервью у вас было живьем одно в одной компании одно интервью так относительно того что платят это постоянная позиция или контракт а это постоянная позиция с бенефитами делами полностью медстраховкой стоматологической страховкой ну вы думаете может быть может быть уже жениться пора уже такой устроенный узнаете дело в том что да я посчитал свои налоги я понял что срочно надо в семье будет два дохода и тогда будет вообще страшно того ну чё вы тогда недвижимость купите ладно хорошо значит так сколько вы на работе тоже на работе я неделю но не было ощущения что сейчас выгонят вот сейчас что-то я первые три дня было только такое ощущение потому что на самом деле эта позиция она ну я не думаю что не думаю что человек первый раз после школы должен занимать такую позицию это автоматизация на джаве то есть это действительно очень серьезно они сказали вам ну вот сиди разбирайся правда понимаешь что вы не знаете ну как понимает у нас интервью было я пришел туда не принципе немало вопросов задавали они мне дали компьютер дали тест 20 шагов и сказали автоматизирую пиши код вот тебе джава я стал сколько у меня времени они сказали ну как справишь так сообщи так я присидел два часа через час они заходят я говорю я еще не закончил я не уйду отсюда пока я не закончу в общем а я сделал все что смог то есть ну какие-то базовые вещи они зашли и сказали ну посмотрели там синяя automation инженер он посмотрел сказал ну что то есть что я им очень нравлюсь они мне задание и сказали что в принципе можешь сделать любой environment ну то есть среде тебе хочется но я пришел домой я три дня в принципе трое суток с ночами потратил вот на это задание потому что она сильно было непростой на вас вас не просто так взяли то есть вас погоняли как следует но вас как бы скажем материальном плане вас не обидели ручку позолотили там как положено или ну я до сих пор не верю в эту в эту цифру и я посмотрел есть по статистике бюро в сша по зарплатам я получаю как американец старше тридцати пяти с мастерс дегри вот моя зарплата вот именно такая именно в этой области или в целом компьютерщики просто больше получают ну хорошо так пойти вам вы сказали двадцать что три до двадцать три значит ваш зарплатный возраст 35 ну что же ну и хорошо так подойдите но вот за эту неделю вы что-то для себя новенькое получили надо у меня просто новая мира 3 дня я был просто просто очень я просто сватался мне а второй день далеко от сказали если будут вопросы говори я вообще просто у меня было столько вопросов но первые три дня я носился со всеми разговаривал со всеми это я думал что просто меня уволят просто сразу на четвертый день вот четверг у меня была встреча с менеджером а он стал серёжа покойся и нам очень кажется но тебе нужно чуть-чуть slow down потому что ты очень вот мы тебя и нам очень нравишься и все будет хорошо поэтому я успокоился в четверг вот и уже в таком более медленном темпе уже и уже не так не так людей спрашивают здесь а вот здесь что здесь как это сделать ну в принципе конечно нельзя терроризировать коллектив желательно нет я максимуму по максимуму самому то есть если вопрос задаешь что должен быть хороший вопрос такой когда я смотрю какие вопросы парень задает просто нет меня не очень а дело в том что я очень хотел носить свою лепту именно процесс сразу хода то есть я говорил о том что ну вот я не чувствую что я даму уже я хочу писать вот я пишу какие-то вещи но я не чувствую что у меня как часть заданий которые мне дают достаточно это больше они мне сказали что на данном этапе все как бы ну хорошо такое такая часть заданий будет хорошо не волнуйся с точки зрения человека который учился онлайн я почему вот хотел с вами поговорить потому что у меня многие спрашивают и как-то на канале вот именно вот на этом силикон валы войс очень многие люди спрашивают но вот покажите кого-то кто учился в онлайн я показывал вот пару дней назад если вы смотрите нас значит я показывал ирину которая она как бы училась в онлайн из нью-йорка потом приехал идут еще практику у нас проходила а потом начнут уже вторую работу сейчас получил но вы без этого обошлись то есть вот-вот суммируя обобщая я понимаю что ребята которые вас смотрят они скажут ну конечно он молодой он может быть не компьютерщик но у него энергии много и он такой шебутной и он в целом нравится там глаза голубые лекаре каких не вижу кори ну пусть будет кори кори глаза в общем всем нравится значит его его берут за то что он молодой с первого интервью с другой стороны вы конечно там напахали за три дня какого-то кода и они тоже смотрели на вас в этом смысле тем более деньги вам дали 10 я бы сказал сеньорский я-то знаю сумму я поэтому так значит что делает человека в онлайн-классе успешным там же в вашем классе ребята начинали вообще чуть ли не не середины курса уже работу искать после десятого урока там были такие что работ находили и вот что делает чек успешно в нашем процессе потому что не каждый же может вот да это это так пройти просто или там скажем эффективно и быстро чего надо вот вот где ключ я сейчас скажу очень банально вещи давайте а учеба надо просто очень много времени а сколько много сколько много давайте конкретно я я тратил очень много времени то есть когда я не работал в принципе все свободное время я тратил на учебу я смотрел ваши я на я прошу все курсы очень 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 у вас есть очень некоторые вещи очень полезно вы вашим ответом не напомнили анекдот вот как умирает старый еврей который был известен тем что делать невероятный чай и ему говорят мощь и но ты уже умираешь но но не не ты же не уноси с собой в могилу уже скажи как как ты делал этот чай и он ведь еврей не жалейте заварки поэтому вы фактически у вас такой же рецепт вы говорите время время давай до заварки не жалей так ведь получается просто многие люди берутся за курс самыми лучшими намерениями но они не у них просто реально ресурсов нет чтобы этим заниматься вот группа которая после вас было вот недавно началась там записалось 175 человек вот представьте себе и значит на первый урок приходит 175 человек когда после 3 они должны были уже остаться к те кто реально подписывается осталось 125 то есть каждый третий понял что он не может что он не то что он технически там я надеюсь что большинство из них технически могли но они поняли что они не могут заниматься и они просто выпадают из процесса поэтому он учится онлайн очень сложно это надо надо иметь мотивацию внутреннюю 5 вот вот вы сидели и занимались но это на самом деле очень многие люди не могут сидеть сами заниматься им у них время отвлечения какие-то но это зависит во первых от мотивации цели полагания чего хочет человек но я даже считаю что если у вас нет времени до сейчас конкретно вы работаете даже не взять наши вы должны по 12 часов день тратить каждый день если вы работаете но найдите три часа хотя бы в неделю но отстаньте от группы сделайте там еще другой группой можно повторять другими группами да это правда конечно у вас есть постоянный доступ вы можете сами регулировать свое время и делать не все в темпе за три месяца делать все за 9 месяцев в какой момент у вас произошло вот это переключение из состояния что она в принципе есть в состоянии что это мое я сейчас сделаю и я как бы я уже одной ногой там вот как-то вот 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 эта переключка вы как бы шли совсем издалека наталью увидели подумали может я тоже и там что-то пошли вот из состояния наталья наталья это только триггер на самом деле она просто сказала что это реально а дальше я уже сам смотрел вас уже отзыва школе ни одного плохого подзвана не нашел ни одного я вас уверяю что есть но дело даже есть но они но они анонимные никто не подписывает они не просто анонимные там вранье сплошное я даже знаю кто это пишется но просто нету там чушь собачьи конечно это видно хорошо я понял то есть нет вы не нашли ни одного негативного отзыва который бы но вызывал какое-то доверие я я тоже говорю что если человек хочет что-то сказать анонимность она убивает полностью доверие к этому делу пиши кто ты чего ты почему ты прячешься если тебя правда хочет сказать какой то что ты спрятался я ни разу не видел что кто-то вот так ну хорошо и вообще как школе у вас не должно быть у нас у нас не только нет но мы же и официально говорим что нет мы каждый раз вот там публикуем я я могу сказать что вот бы только только посчитали результаты за последний год и значит у нас там 12 13 14 вот мы сейчас за 14 посчитали я на самом деле озвучивал всегда цифры только за двенадцатый год там где 82 процента потому что за тринадцатый год было 89 и я стеснялся вот этих 89 потому что я не хотел создавать у людей иллюзий что это вот так просто вот он сейчас придет и там ну почти 90 процентов что он часто он тоже проскочит на тебе мне я боялся назвать эту цифру то есть я я брал цифру 12 года там значит вот за последний год мы сейчас посчитали у нас получилось 76 процентов про которые мы знаем потому что там еще 24 процента там много таких кто просто исчез мы не знаем что с ними стало ну поэтому там есть плюс-минус туда-сюда там ходит это все но конечно это и даже 82 просто и даже восемьдесят девять процентов это тоже не 100 правильно кроме того если мы смотрим на онлайновый класс у нас честно сказать нет официальной статистики потому что в онлайновом классе я могу сказать что процентов например 25 никогда не говорят дайте мне резюме и я не знаю почему это происходит то ли они просто исчезли то ли они сами обходятся без нас с резюме этот я я тоже понимаю почему люди могли бы и хотели бы так обойтись вот своими силами если есть такие силы я знаю тех кто говорит я нашел работу некоторые говорят в группе некоторые говорят индивидуально некоторые вообще не говорят некоторые сначала три месяца поработают потом скажу когда поймут что их не выгонят но реально статистики нет никакой единственно что я могу сказать что конечно это даже близко не не столько сколько вот в онлайн в живу в живом классе вот обнадеживающий момент состоит в том что есть люди которые вот закончили вот учились ноябрьской группе до скоро год будет и вот они сейчас работу находят то есть я по референсам которые дают ну то есть они повторили с вашей группой эти и вот пошли сейчас искать работу и и вот с вами примерно в то же время находит работу что и вы вот многие знаете они дают референсы а сами за это время резюме изменили и нам копию не дали это вообще знать как вот цирк такой и звонят а я два что там у него близко значит может изменил время прошло это в общем так я иду на дайс иногда мне удается найти резюме на дайс и я вижу последнюю версию так я хоть ей пользуюсь там в общем такие такие тонкости ребята которые вокруг вас вопрос значит у вас есть там круг общения какой-то те кто может стекла с вами мыли или там на пляж вы не качок нет нет это у вас такой крепкий значит ну вот может который с вами там качаются и круг общения ваш они не офигевают или вы мне рассказываете или вообще как офигевают я сам офигеваю потому что у меня никогда не принимал наркотики но у меня первые три дня было ощущение что именно такое чувство когда ты понимаешь а потому что у меня было очень много гормонов счастья я не знал с кем поделиться но и окружение тоже конечно так еще еще входим в стадию того что это нормально это занимает время безусловно я знаю людей которых месяца два-три уходит пока не начинают верить что это реальность что их не выгонят уже первая мысль меня завтра выгонят в вашем случае так думает сто процентов людей пришли слишком много денег там дали бы там 30 долларов в час понимаешь так ну это как бы реально это понятно это всем дают и в общем это как бы ну ну понятно а вот вот столько это уже совсем как бы сложный думаешь ну так быть не может у меня есть такой случай когда я сам в такое состояние попал потому что у меня была девочка студентка 27 лет такая она гуманитарная очень знаете совершенно не техническая но по жизни очень свойская надо сказать очень приятно очень свойская такая и она у нас на канале там периодически появлялась хорошая и ей дали 52 доллара в час и что же вам сказать вам конечно в пересчете на стоимость жизни вам дали больше но она но в целом но в я хочу сказать что у нас студенты ну но 40 долларов там после интерншипа люди получали этот относительно массово относительно масса но чтобы 52 я думал ну думаю тут точно ее выгонят потому что хоть и хорошая девчонка но но такие деньги эти и вот уже дано я боюсь соврать на месте 4 прошло нормально все знаете то есть крейсерская скорость пошло то есть я вот я вот был в таком же состоянии как вы уж мне в явным как на ответственность ощущаю мне переживаю за них и хорошо хорошо ладно что же какие-то у вас есть цели ну я не знаю как вы какое-то видение год 35 там я не спрашиваю про 10 это очень далеко ну вот так может быть вы себя в менеджменте видите ли может быть вы хотите получить там какой-нибудь бакалавра по компьютер-сайенс может быть я не знаю что что вы вы думаете а что что вам говорят ребят которые там работают может они что-то говорят программистам меня очень у меня синяя там еще он просто он он настолько в этой теме он просто гуру действительно атомайся и он дальше все нормально сегодня все будет хорошо но я тебя научу давайте так вы это большое большая удача в жизни иметь вот такого рядом парня ведь я вам скажу что таких как он скажем три-четыре человека в жизни это вас вынесет в космос вообще то есть пройдет может быть там пару лет и вы бы у него переймете там все что можно было перейти сколько ему лет синьеру за уйму за 40 ну все я понял значит пару лет пару лет вы с него можете набраться как я не знаю вот как ленин от карла маркса дальше вы важны уже по-своему поэтому несколько таких человек вот как бы как значит как ракету выводят на орбиту там до одна ступень отошла вторая ступень отошла вот вот эти люди это ваши ступени которые вас выводят на на вашу орбиту цените цените дорожите и пользуйтесь каждый день я на самом деле пытался черпаком 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 у половником с них вот эти вот борщики языки учите программирование ну мне придется у меня нет выбора меня на джаве понял а девушка есть дело дело в том что я на самом деле про хотел сказать вот именно ту же самую мысль про то что я очень сильно благодарен людям которые меня окружают и они действительно просто самые золотые люди и я чрезмерно чрезмерно очень рад что они в моей жизни есть и постоянно мне помогали это и в россии и в америке очень много людей в том числе и вы которые так или иначе сделали когда есть ученик так и учитель находится вать когда ученика нет у учителя трагедия потому что никто не не нужен никому знаете как вот когда есть ученик жертвовать и закидываешь хорошо ладно давайте вы вообще зритель как бы нашего канала или вы такой эпизодический или вы как нету сейчас уже до сейчас уже зритель просто положение обязан так но вы не тени технические вещи вы просто о жизни смотрите там о природе я жизнь технический ну хорошо флорида вам нравится майами вам нравится девчонка симпатичный там я месяц жил в вашингтон висе потом я переехал к вам сан-франциско месяц пожил вас так а потом переехал уже в майами сравните значит вашингтон нет я значит так это вы как бы сан-франциско еще вас широкий диапазон так зигзаг такую нефть и не очень здесь нравится не только потому что здесь самый лучший мне кажется океан побережье и погода но потому что люди здесь более расслаблены более жизнь течет более так сказать ненапряженном направлении и людей живут с удовольствием не стрессово совершенно самое нестрессово там где вы на работу ходите там нет такого чтобы там по три часа овертайм сидеть нет там есть там есть такое там зависит от проекта релиза но компания совершенно необычная она говорит о том что самая наша большая ценность это люди поэтому ты можешь варьировать свое расписание ты можешь приходить когда тебе удобно если ты знаешь что релиз будет тогда то ты можешь уехать домой а если ты работаешь поздно вечером как у нас было вот вчера мы работали до поздна компания заказала ужин очень дорогом ресторане все что мы хотим она оплатила такси она очень заботится а вот с точки зрения демографии коллектив трудовой он такой преимущественно мужской девочки есть какие-то очень мало до преимущество мужской и преимущественно они стараются нанимать молодых людей но я там самый молодой то есть там примерно около 30 но девочки и инженерные тоже есть или это больше маркетинг сэйлс вот так но у нас огромная компания я не был на самом деле там несколько павильонов то есть 30 это те что вот вокруг вас сидят так это только технический отдел окей то есть девушки технические тоже а с точки зрения вот этнической этнической значит вот какой процентом скажем белые там нельзя латинос азиаты индусы вот что там происходит какой микс у вас там у нас у нас очень много латино у нас принципе испанский язык наравне с английским а у нас очень много но белых там меньшинство то есть интересно индусов тоже нет а есть несколько но тоже то есть интересно в основном это основном это латино и и это невероятно интересно потому что у нас например здесь не латинос не вот африк африкан америка они не рвутся в техническую область наверное башил латинос какие-нибудь кубинцы что они а именно а кубин ну да они они все-таки приехали страны где достаточно высокий уровень образования то есть они не из мексики пришли они из кубы то есть это конечно другой разговор да поэтому слушать африканцы от кучи потрясающе это американские при этом или или импортные нету карибские острова джамайка вот эти лагеря я все понял я уже хорошо ну что же то есть если человек новенький там green card у выиграл вы рекомендуете там конь в майами ford лаутердейл оттуда но зависит человека что ему хочется я выбирал климат и такое расслабление но тут можно очень дешево найти жилье очень дешево и за другой дело что здесь нужно иметь машину криминально безопасно зависимости от района моем районе очень то есть места не не благополучно но есть как и в любом городе большом я думаю а большой город такой вот мегаполис майами плюс пригорода это сколько там народу очень большой я не знаю сколько но очень большой это по моему четвертая эра после после нью-йорка лос-анджелеса еще чего-то там по моему это серьезно это очень ну что же большой мегаполис ну хорошо работы много и для нелегалов если что на самом деле южная флориды салфлорида она очень сильно развивается направление айти очень сильно да они уже многие компании хорошо ведем в нашем классе а более того сейчас вот несколько компаний зашли они построили прям потому что земля очень дешевая они построили в принципе рабочие места и жилье целые районы город назвался вестом то есть принципе 1 эти компания построила правда потом она обанкротилась но тем не менее город остался это большой группе был джонатан да парнишка джонасон из орландо это предыдущем вашей да вот сейчас но неважно тоже тоже на днях работер получил барвана ладно хорошо я так как знаю вот референсы даем поэтому я так примерно вижу на самом деле на рынке сам очень много устраивается после она опасает здесь и очень хорошо это недавно стало происходить вот как раз вот с девочек диляра если вы знаете там может если не диляру то и друзья вот диляра была фактически первое это было совсем не так давно и вот потом понеслось вот диляра потом ее подружки потом еще подружки и вот я раньше не знал что там на самом деле рынок такой хороший я все больше на орландо смотрел вот а там просто какое-то бесчинство можно сказать ну что же хорошо давайте я вам пожелаю успехов и и девушку хорошую там если что мы вам порекомендуем а нашли хотя хотя я думаю вы там сами разберетесь значит вот и знаете что вы в комментариях под видео там отпишитесь просто были ваши концы потому что меня начинают спрашивать а как связаться вот там сергей матерка откуда я знаю хорошо там и и пусть они вам например ну нет но вы один раз то уже напишите а потом а по мере возможности будете отвечать если кто-то придет с вопросами ладно я вам желаю успехов хотя на сказать что я могу параллельно выразить уверенность в том что у вас все будет хорошо вы такой успешного типа вы как-то у вас и вариантов то никаких нет на то чтобы не быть успешным поэтому как-то даже скучно получать ну да да ну тут еще родился таким знаете еще вот это как-то вот что там как называется в заднице что там иголка нет в какой предмет нет но на самом деле я не хочу чтобы складывалось такое впечатление послушайте от мамы от мамы с папой как колобок там в последний класс уехал в другой город не но но вы конечно вы редко редкий тип такой по уровню энергии и самостоятельности и конечно я думаю что я даже не я боюсь оценки делать но но хорошо если там пять процентов населения могли бы вот так я я так не мог по на веру так взять от родителей куда-то там там в 16 лет там 17 наверное если бы случилось так наверное бы я выжил но вот думая задним числом думаю как это такое могло быть вообще даже представить себе хотя света вот моя она школу закончил поехал там из киева в москву учиться да ладно все мы с вами прощаемся значит ребятам делаем так такой рукой машем говорим пока и если есть у вас какое-то такое прощальное слово там типа англичане ружья кирпичом не чистят вот чуть напутствие есть какой-то напутствие раз вы наш зритель да наверное есть я просто хотел донести мысль что все все препятствия которые мы встречаем они преодолимы если у вас есть цель и мотивация настраивайте свое сознание и дети вперед до своей цели все получится я даже добавил бы что большинство этих препятствий у человека в голове это абсолютно препятствия существует ровно настолько насколько мы говорим это препятствие как только вы а где препятствия так его и нету правильно ладно я с вами прощаюсь и надеюсь там не ненадолго мы с вами еще поговорим вы как какого-то опыта жизненного наберетесь и снова на нас его выплеснете тем более вас впереди там всякие интервью там легализация уже окончательно и так далее так что у вас будет много чего рассказать счастливо